С выноса знамени началась торжественная линейка, приуроченная к 1 сентября у кадетов средней школы номер 35. И уже традиционно под звуки гимна Республики Беларусь лучшие кадеты подняли флаг страны. И так происходит уже на протяжении 9 лет. Впервые кадетские классы в этой школе были сформированы в 2013 году. Уже тогда руководством школы было принято очень важное решение. Обучение и воспитание должно нести в себе гражданско-патриотическую направленность. Кадетские классы созданы в 2013 году. За это время у нас было уже 7 выпусков. Радует тот факт, что многие наши выпускники становятся студентами военных вузов, либо вузов с военной специальностью. Кадетские классы – это классы, на которые можно положиться. Это классы, которые всегда первые, которые служат образцом для всех остальных учащихся. С Днём знаний кадетов поздравили представители Брестского гарнизона, а также администрация школы, сказав ребятам много тёплых слов и пожеланий, подчеркнув, что гордятся их активностью. Представители кадетских классов принимают активное участие во многих мероприятиях, в том числе городских и районных. Они победители творческих фестов и предметных олимпиад. Они актёры, они чтецы, вокалисты и танцоры. А ещё кадеты успешны в учёбе. Она у них всегда на первом месте. В классы патриотической направленности изначальной школы принимают только успешных ребят. Учитывается и мотивация будущих кадетов, и их желание. Я хочу быть, когда выучусь, я хочу пойти в армию, десантник. Поэтому я выбрала ту школу, чтобы подготовиться к этому всему. В кадетах становятся настоящими мужчинами. До конца идут только настоящие, а такие, которые бросают, это не мужчины. Я хочу стать настоящим кадетом, закончить и поступить в училище военное. Иногда я побаиваюсь некоторых людей в своём дворе, а я не хочу никого бояться. Я хочу стать смелым парнем. Я думаю, что учёба в этом классе поможет мне стать смелее. Однако праздник первого звонка – это особое событие не только для маленьких пятиклассников, но и для выпускников. Многие ребята, обучающиеся в 11 классе, уже уверены в своём выборе и определили для себя будущую профессию. Они хотят стать военными. Я решил надеть форму не просто так, чтобы учиться, а у меня также планы на дальнейшую жизнь. То есть я планирую поступать в МВД, то есть тоже связать свою жизнь, так сказать, с военным ремеслом. В некоторых моментах это то, что здесь тебе дают, обучают, помогают в будущем. То есть может помочь как-то в каких-то ситуациях правильно поступить и сделать правильный выбор. Здесь развивается военно-патриотическое мышление. Здесь есть занятия по строевой, огневой, тактическим подготовкам. А я хочу связать свою жизнь с министерством и чрезвычайной ситуацией, и поэтому мне это очень важно. Я считаю, что мне это поможет в будущем. Однако обучение не было бы эффективным, если бы не учителя-воспитатели. Именно они и вкладывают душу в своих воспитанников, стараются донести до них знания и воспитать в них лучшие человеческие качества. Суть, как воспитателя военного человека, я считаю, это привить своим воспитанникам чувство ответственности в дисциплине. Где будет дисциплина и ответственность, значит они добьются всего успеха в жизни. А так как они носят форму, это требование получается вдвойне. Так как человек в форме, он же, с него больше спрос, больше требований. Ну и с этих позиций возникает все остальное требование к учебе, выполнение своих кадетских обязанностей и всех остальных задач в школах. Стать настоящим человеком, который стремится помогать другим, задача не из легких. И справиться с ней может далеко не каждый. Однако наши кадеты уверены, будущее страны в руках молодежи.